В прошлый раз мы начали с вами возиться с общими понятиями теории эволюции, и я постарался вам рассказать о таких ее аспектах, которые вы в школе не проходите. Мы в основном с вами говорили о эволюционной теории Жанна Бабтиста Ламарка, а в школе он только упоминается. Причем так снисходительно, вот, был такой Ламарк, понаделал ошибок, а потом пришли правильные эволюционисты и все исправили. Мне бы крайне не хотелось, чтобы у вас складывалось впечатление, что в истории науки работали одни тройшники. Ламарк недоконял, Галилей недовидел, Лаплас недодумал и так далее. Ничего подобного. Это гений, самый настоящий гений. То, что современная наука прошла дальше их работа, ну как вам сказать? Есть арифметика, а есть алгебра. Считывание алгебры отменяет арифметику? Да ни в коем мере. Более того, без арифметики алгебра возможна? Не, не возможно. Примерно так очень часто обстоит дело в науке. Допустим, знаменитые законы Менделя. Сейчас понятно, что в точности по этим законам наследуется меньшинство признаков. Достаточно мало. Менделю просто повезло. Он попал в своих исследованиях именно на те признаки, которые наследуются простейшим образом. Все остальное наследуется намного и намного сложнее. Во много раз сложнее. Вопрос, отменяют ли это Менделяевские законы? Ни в коем случае. Менделяевские законы, как самое общее, лежат просто в основании всей остальной генетики. А все остальное – это надстройка над ними. Надстройки очень сложные. Примерно так же и с Ламарковым. В течение века, когда эволюционизм распространялся в науке очень мощно, да и не только в науке, в общей культуре, сейчас у нас в России просто реакция идет. Когда теория эволюции обрела огромное количество противников. Это так называемое духовное возрождение у нас. Пошло, к сожалению, в качестве оппонента выступают люди, теория эволюции просто не знающих. Что выступать против, чего-то надо хотя бы это знать. К сожалению, большинство оппонентов просто не знают элементарных вещей. Так что спор не получается, да и не может получиться. И самое главное – не нужен. Спор совершен. И вот давайте с этой точки зрения попробуем с Ламарком немножечко подбить, так сказать, в течение всего 20 века экспериментальные опыты, которые тогда были доступны, говорили о том, что Ламарк категорически ошибался в том, что наследуются приобретенные признаки. Если внимательно почитать Дарвина, то оказывается, что и Дарвина считал приобретенные признаки наследуются. Вот если не перечитывать только школьные учебники, а читать самих авторов первоисточников, да, им не принадлежит ведущая роль. Да, ведущая роль за так называемой неопределенной изменчивостью, которая никакого отношения к личному опыту существ не имеет. Она враждебна. Но это не отменяет наличие приобретенных. И вот в самом конце 20-го, в начале 21-го века пошли данные о том, что приобретенное осветственное существование – это исключительно сложные механизмы передачи признаков, которые здесь и сейчас обсуждать не место и не время, для тех, кому интересно. Всехически рекомендую совершенно блестящую книгу Маркова, называется «Рождение сложности», где подробно и на уровне, понятном для непрофессионала, описано современное состояние теории эволюции, современное состояние молебулярной биологии, современное состояние генетики. И в частности, много внимания уделено таким вопросам, как наследование приобретенных признаков, не случайный характер мутирования. Опять же, в школе – это догма. Мутация – случайный процесс. Никакой направленности, никакой избирательности. Оказывается, все намного сложнее. Нельзя считать мутацию случайным процессом. Но об этих современных, исключительно сложных, очень важных новых формах знания на этих наших лекциях речи не будет. Не тот формат. По поводу дарынского эволюционизма, у нас есть хорошо наблюдаемое явление – тенденция геометрической прогрессии размножения, которая характерна абсолютно для всех живых существ. Если дать волю, живые существа начинают не просто быстро размножаться, но их численность растет нелинейно, с каждым поколением рождается все больше и больше. График n в степени х, для тех, кто немножечко понимает графическое отображение процесса. Ну и давайте мы попробуем простую математическую задачку на этот предмет решить. Если вы получите абсолютно ни на что не похожий, совершенно несуразный ответ, значит, вы решили правильно. А задачка будет следующая. У нас есть одна бактерия, которая весит одну миллионную долю грамма. Итак, 10 в минус 6, так записывается одна миллионная доля. Итак, одна миллионная доля грамма. Это весит одна бактерия. Про эту бактерию известно, что она делится раз в час. На самом деле, это не предел скорости размножения для бактерий. Есть бактерии, которые раз в 20 минут размножаются. Но мы берем такую среднюю. И так, она делится один раз в час. Вот это условие задачки. А требуется узнать, сколько весят все подобные бактерии через одну сутки, двое суток и трое суток. Для тех, кто умеет работать со степенями, то есть умножать числа сами на себя, задача не должна быть другая. Таких реальных бактерий вокруг вас море. Это никакой не уникальный вид, никакая не фантастика. 24 миллиона? 24 миллиона чего? 24 миллиона граммов в первые сутки. Нет, молодой человек, вы здорово ошиблись. Капитальная ошиблись, да? 48 миллионов граммов. 48 миллионов граммов. Опять ошиблись. Тоже капитальная ошиблись. Итак, каждая бактерия весит одну миллионную грамму. Вопрос, сколько весит ее потомки через сутки? Вероятно, вы забыли поделить на миллион. Только миллион бактерий будет весить один грамм. Хорошо, упрощаем задачку. Бог с ним с весом. А сколько штук потомков будет через одни сутки? Прошу. 24. 24 штуки? А как же вы тогда получили ваши миллионы граммов, если всего 24 бактерии остаются? Вот это никуда. Это называется тыканье пальцем в небо. Одну из кончиков. давайте пока не в граммах, а в штуках. Сколько бактерий образуется от одной за сутки? Хорошо. 2 в 23. Версически изобразим, что будет происходить. Вот нас одна бактерия. Через час она поделилась. У нее два потомка. Еще через час каждый потомок поделился. У каждого два потомка. Еще через час каждый потомок поделился. У него два потомка. Еще через час каждый потомок поделился. У него два потомка. Итак, что происходит каждый час с количеством бактерий? Не просто увеличивается, а вот двойку умножается сама на себя. Начиная с какого часа? В результате двойка 23 раза умножена сама на себя. 2 в 23 степени. Ну и чему примерно равно числу? 10 в 2 степени это что у нас будет? 100. 10 в 4 степени это что у нас будет? 10 тысяч. Степени десятки 2 в 10 степени примерно это примерно 1000. На самом деле 1024, но в наших студиях можно за примерную величину взять. Теперь смотрим вот в этом выражении 2 в 23 как его можно разложить? Это у нас будет 2 в 10 на 2 в 10 на 2 какой остается? 3 в 10 2 в 10 договорились 1000 еще 2 в 10 еще раз 1000 что получили 1000 на 1000? Миллион 2 в 3 2 в 3 8 это примерно 8 миллионов потомков за сутки от одной бактерии 8 миллионов а каждая весит одну миллионную грамма вопрос сколько они все вместе весит? 8 грамм 8 грамм 8 грамм такая приличная для пастерий 8 грамм а теперь скажите они вторые сутки что будет? это первые сутки они вести 8 грамм сколько будут весить потомки к концу вторых суток 8 грамм на что умножить? Ребята за первые сутки во сколько раз возросло количество бактерий? 8 миллионов раз была одна стало 8 миллионов за вторые сутки во сколько раз возрастет число бактерий 8 миллионов раз каждые сутки количество бактерий будет возрастать 8 миллионов раз в результате сколько весит потомки 64 миллиона грамм ну и переведем что-нибудь что-то без миллионов у нас было 64 тонны отлично через 2 суток потомство одной бактерии висит 64 тонны вопрос а чей суток 64 тонны на что умножить будем на 8 миллионов что получают так чего чего а мы получаем больше чем полмиллиарда тонн это на 3 сутки должен я вам сказать что на 5 сутки вес потомства одной бактерии превысит массу планеты земля 5 дней и масса планеты земля будет превышена вопрос нам всех здесь присутствующим больше 5 дней почему на наших глазах не рождаются новые планеты из бактерий а почему умирают но кстати бактерию заставить умереть это отдельная история это не просто трудно а очень трудно они не умирают они перестают разнажаться уходят в цистул состояние у нас с вами многоклеточных если умер то надолго а у бактерий очень многих смерть противная условия плохие я умер полежал 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 тысячи лет просто не существует анабиоз совершенно верно бактерии способны к истинному анабиозу так же не то чтобы они умирают они просто перестают разнажаться а почему какой причине да еды не хватает все правильно все правильно для размножающихся с такой скоростью группы просто элементарно не хватает еды вы увидели что скорость возможного размножения для живых существ чудовищная в прошлый раз я например не с бактериями а с мышами приводил 12 лет и вся поверхность суши земного шара покрыта сплошным слоем мышей потомков одной пары почему это не происходит еды не хватает возвращаемся к основным положениям дарвиновской модели эволюции сильная сторона модели в чем она отлично иллюстрируется она отлично просчитывается во всех своих абсолютных строениях это геометрическая прогрессия размножения это просто тенденция это то к чему способны живые существа а какая реальная сила ограничивает работают тенденции нехватка ресурсов есть вполне наблюдаемая вещь ограниченность ресурсов в живых существенно рождалось огромное количество а ресурсов не хватает что начинается какое явление тут же начнется еще раз громче конкуренция разумеется в прошлый раз мы с вами разбирались в силе живых существ и далее конкурируют друг с другом и выяснишь на самом деле для того чтобы конкуренция возникала необходим выполнение двух условий во первых ресурс должен быть реально ограничен вот смотри у нас здесь много сидит но по поводу воздуха у нас никакой конкуренции нет почему да потому что в наших условиях это неограниченный ресурс конкуренция не может возникнуть и второе условие потребности должны совпадать из-за несовпадающих потребностей никакой конкуренции не бывает возникает следующая ситуация поскольку каждому живому существу требуется не один ресурс огромное количество разное возникает многообразное взаимодействие между живыми существами вызванное вот этой ситуацией называться они будут борьба за существование и этому термину как я в прошлый раз говорил в русском языке в русскоязычном традиции очень не повезло дело в том что Дарвин не писал про борьбу существовать и как по-английски будет борьба fight или struggle а Дарвин писал про competition а competition как переводится скажите а какой термин по-русски несет более агрессивную окраску соревнования или борьба борьба с конца 19 века у не очень профессиональных людей закрепляется такое убеждение которое полка не вышибешь что Дарвин в качестве краеугольного камня в своей теории кладет войну всех со всеми сплошная война сплошной мордоголь где побеждает сильнейший ребят Дарвин был очень умный такими глупостями он естественно в жизни своей никогда не занимался ну хотя прежде всего никогда не побеждает сильнейший на самом деле сильнейшим зачастую быть крайне невыгодно как раз в точке зрения грамотно построенной теории эволюции это вы ребят Голливуду насмотрелись это в Голливуде побеждает самый вот либо наоборот мегаум с вот таким умом чем больше мозги считается тем больше ум и тот и другой являются обреченными формами вот мы сейчас с вами посмотрим как же на самом деле построена теория эволюции в прошлый раз мы с вами говорили обязательно ли агрессивное взаимодействие включается в борьбу за существование нет вовсе не обязательно агрессивное примерно половина из них относится к союзническим самые разные симбиозы аменсализм комменсализм нахлебничество и так далее когда биологические виды отнюдь не уничтожают друг друга а вступают во взаимопомощные отношения и очень сложно сказать что важнее агрессивное взаимодействие или наоборот союзническое скорее всего это вполне равновесные паритетные силы хорошо и теперь в ходе борьбы за существование но ресурсы все равно ограничены как по вашему выживать будут все или не все а кому-то не хватит ресурсов а теперь самый главный вопрос для городских подростков 21 века я вам привожу два примера рассказ про двух существ одно существо было большим толстым красивым веселым никогда ничем не болело прожило всю жизнь которая отпущена данным видом вот до последней минуточки но не размножилось а другое существо было тило больное бедное страдало комплексом неполноценности половина из всех известных заболеваний прожило всего треть от того срока которое могло прожить но размножилось с вашей точки зрения кто является победителем естественным отборем разумеется второй первый мог вообще не существовать первый мог вообще не существовать он не оставил после себя программы важно никто выжил какой факт важен в качестве главного маркера победы в борьбе за существование что размножилось это борьба за существование это не случайно предоставление особям возможности выжить и размножиться я беру моржа отмещаю его где-нибудь там даже не на Эльбрус а куда-нибудь на Кавказе на Борной Пике ну а как он хорошо приспособлен а в чем дело он приспособлен за вовремя ребят раз и навсегда если у вас есть биология а на самом деле не только биология на самом деле человеческий мир устроен ровно так же не бывает никого хорошо приспособленного ровно так же как не бывает никаких хороших мест и плохих мест не бывает хороших условий и плохих условий а что бывает? скажите пожалуйста хорошо жизнь в пундре без удобств современная цивилизация это хорошие условия или плохие условия? плохие плохие для кого? извините для человека правда? а якуты, эвены, петремены чукчи, эскимосы это не люди? это люди пундре их дом и они там живут и именно эти условия существования именно на эти условия рассчитаны культуре живут они там тысячелетия без всякой городской цивилизации очень неплохо пока дело человек не пришел процветает вот точка зрения которая сейчас для всего мегаполисного населения не важно откуда из Пекина Москвы Нью-Йорк Шанхая совершенно не важно но любой мегаполисник свято уверен что если он считает эти условия хорошими то они должны быть хорошими для всех а плохое что? а плохое то что мне не нравится вот мы попробуем с вами разобраться что жизнь не терпит на самом деле только одного жизнь очень пластичное явление жизнь не терпит одного единообразие того чтобы все становились одинаковыми как только какая-то группа стремится к одинаковости это отличное предсказание тупик группы вымирали почему снизился разнообразие все привет типичный вариант начала тупиковые ветви развития снижение разнообразия так что давайте договоримся что никаких хороших и плохих условий нет равно как и нет живых существ есть хорошо приспособленных и плохо приспособленных как грамотно сказать кто побеждает в естественном отборе кому удается размножиться в том месте где он живет хорошо? разумеется отбор работает естественный отбор работает не на перспективу он не умеет работать на то что произойдет через тысячелетия это отбор который происходит всегда здесь и сейчас в естественном отборе побеждают максимально приспособленные к имеющимся условиям организма а условия везде очень разные поэтому в одном месте выгодно обладать одной системой признаков в другом месте совершенно другой в третьем месте третьем не существует никакого единственно правильного гудирозы вот этого просто не бывает борьба за существование приводит к естественному отбору но дело в том что кроме естественного отбора который является событием не случайным есть еще один механизм попробуем представить себе такой мысленный эксперимент я взял тысячу зайцев подготовил их на стартовой площадке а мое поле выглядит следующим образом это такой коридор огороженный септом полкилометра шириной и километра в три длиной так и вот я на одном конце этого коридора стартовая площадка а на другой стороне укрытие и я взял тысячу зайцев выпустил со стартовой площадки и через минуту выпустил тысячу волков скорость бега зайца и скорость бега волка на такой дистанции величины примерно одинаковая скажите пожалуйста случайные или не случайные зайцы добегут до финиша и успеют спрятаться не случайные самые быстрые самые быстрые либо самые маневренные а теперь второй вариант я выпустил в этот коридор тот же самый тысячу зайцев а после этого взлетел на вертолете и начал вниз сбрасывать железобетонные плиты через некоторое время я спустился вниз и посмотрел на остатки все зайцев скажите пожалуйста в данном случае набор выживших окажется привязанным к какому-то свойству к какому-то качеству или будет случайным вопрос в каком примере первым или вторым произошел естественный отбор первый пример конечно естественный отбор а второй пример будет называться случайная смертность случайная смертность все первую половину 20 века считали что случайная смертность это вот такая помеха для создания грамотной теории эволюции с этим явлением работать нельзя пока не появились методы позволяющие не просто хорошо а отлично работать с этим явлением сейчас вот эти события учитываются анализируются и понятно что их роль в эволюционном процессе пожалуй не меньше чем роль естественного отбора направленной смертности сквозь это и это сито прошло некоторое количество особей они такие выжили и такие размножились вопрос а их дети унаследуют признаки родителей нет что а джеребят родятся я не знаю подосины или все-таки от лошадей родятся жеребята от кошек родятся котята а как называется такая сила которая делает детенышей похожим на родителей в биологии гены это не сила это явление а сила называется наследственность это в силу наследственности дети наследуют свойства родителей в стармские времена про наследственность было неизвестно почти ничего сейчас про наследственность известно не просто много а исключительно много но далеко не все чем больше мы узнаем тем яснее становится понятно насколько мало мы знаем жизнь исключительно сложное явление абсолютно не сопоставим по сложности допустим с странным физических объектов всякая там я ничего не хочу плохого сказать про ядерную физику но сопоставление степени сложности объектов в данном случае просто никак не играют хорошо а теперь последний вопрос с этой схемой а бывают и дети являющиеся точной копией родителей кто сказал да мне интересно а мы ведь в прошлый раз с вами разбирались а сегодня я уже говорил жизнь жизнь как явление не терпит одного по уму сходства не бывает никаких таких точных копий даже однояйцевые близнецы уже на момент рождения вот на тот момент когда их мама рожает они уже несут более двухсот мутаций отличающих друг от друга другое дело что внешне непрофессионал это может быть невидим но никакого точного сходства не бывает вот эта сила благодаря которой все живые существа отличаются друг от друга называется изменчивость вот мы наконец с вами замкнули схему и сейчас посмотрим какими свойствами эта схема будет укладывать берем первое поколение живых существ вот это поскольку их родилось много началась конкуренция и в ходе боевых существования и возникшего естественного опора выжили далеко не все а носители определенного набора признаков плюс к этому из-за случайной смертности некоторое количество случайных организмов выжило дети унаследовали признаки родителей но при этом силу изменчивости внесли в эти программы ряд изменений изменения эти носят случайный характер называться будет рекомбинация мутация в результате у детей рождается потомство которое несет признаки измененные среди этих потомков начинается борьба существования проходит естественный отбор если вот эти изменения мешают борьбе существования то с носителем таких изменений будет он пройдет естественный отбор или нет нет а если эти изменения случайные первоначальные помогают выживать размножаться тогда что тогда проходит естественный отбор от него рождается потомство на следующее это случайные изменения Но это потомство внесет ли свои дополнительные изменения? Силу изменчивости внесет. Эти изменения пройдут еще один оборот, пройдут сито естественного отбора. Те, которые мешают выживанию, будут отсеяны. Те, которые благоприятствуют выживанию в этих условиях, будут унаследованы. И это поколение внесет свои дополнения. В результате, из поколения в поколение, что будет со степенью приспособленности живых существ к месту обитания? Повышается. Тогда вопрос, а почему же нет ни одного вида бесконечно приспособленного на планете? А потому, что условия все время меняются. В течение ряда поколений приспосабливались к одним условиям, а условия взяли и поменялись. В результате начинает накапливаться совершенно другой приспособительный пул. А потом третий, а потом четвертый. Приспособиться до конца невозможно. Мы с вами живем в изменчивом космосе. В результате мы получили вот такую мельницу, которая крутится на нашей планете, как это ни странно, со времени еще предшествующего возникновению настоящей жизни. Вот настоящие истинные живые объекты еще не появились, а вот конкуренция и естественная обложка уже начинаются между молекулярными макрокомплексами. Но об этом с вами подробнее поговорит Кирилл Юрьевич Исков в своей части. Происхождение и развитие жизни на планете Земля. Мы пока с вами рассмотрели, как выглядит общая схема, общий костяк Дарвиновской модели эволюции. Хорошо, а кто мне может ответить? В каких единицах меряется длительность эволюционного процесса? В поколениях. Конечно, в поколениях. Не в годах, не в тысячелетиях, не в минутах, а в поколениях. В результате у всех ли живых существ на Земле одинаковая возможная скорость эволюции? У кого максимальная? Ну, у бактерий, разумеется, вирусы это не совсем живые существа. Грамотнее всего их называть условно живые системы. В какой причине? А свойства жизни вирусы проявляют всегда или только при соблюдении определенных условий? Только при соблюдении определенных условий. Даже вирусы не являются самыми быстро размножающимися по одной простой причине. Сами размножаться они просто не умеют совсем. У них нет такой возможности. Хорошо, а берем крупных многоклеточных. У кого из них эволюция может идти быстрее всего? Нервность больше, а в них нужно как-то ставить больше, а в том, что из-за этого руководств больше мониторин. Так, не поняли. Случайным образом пока называете признаки. Предложенный вариант такой. Максимальная скорость эволюции у тех живых существ, у которых смертность самая высокая. От всех идет интенсивно и, значит, остаются только те, кто к настоящему приспособлен. Так будет называться жесткость отбора. А скорость эволюции это немножко другое понятие. У каких живых существ максимальная скорость эволюции? Что быстрее рождается, то ты... Разумеется. У тех, у которых самый короткий оборот поколения. У тех, которые быстрее всех размножаются. Так, меньше всего времени происходит от момента рождения до собственного размножения. Вот если оборот быстро прокручивается, то за очень короткое время успевает смениться большое количество поколений. Значит, машинка успевает продвинуться далеко. А у медленно размножающихся существ, темпы эволюции могут быть в десятки, сотни, тысячи раз медленнее. Так что скорости эволюции у разных групп очень разные. Ну, и на самом деле, учтить народ, это только примерная, самая общая схема. Потому что сейчас известно огромное количество интереснейших новостей про работу каждого из этих механизмов. Задачка была показать их взаимодействие. Продолжение следует...